Адвокатская ловушка. В Черкассах группа юристов организовала схему по захвату квартир-должников. В махинациях полиция подозревает и сотрудников местной исполнительной службы. Месяц назад мы уже рассказывали об этом, и вот появились новые факты. Все подробности узнаем от Станислава Кухарчука. Стопки документов у Тамары Панченко накопились за три года судебных тяжб. Тогда часть двухкомнатной квартиры Свекрови выставили на торги, якобы из-за того, что она не выплатила кредит. 22 тысячи гривен. Жилье за 18 тысяч купил местный адвокат Сергей Гартингер. Дальше уверяет женщина, он подделал договор о том, что пенсионерка готова продать и вторую часть жилплощади. И якобы даже взяла задаток. 88 тысяч. Гартингер пошел в суд. Номер дома не тот. Все, повестки не приходят, на суд мы не идем, ничего не знаем. И судья Клочко выносит, что там, ухвалу суду, вернуть долг. 88 тысяч с хвостиком. За несуществующий долг приставы пустили с молотка и вторую часть квартиры. И ее снова купил Сергей Гартингер. В прошлом году 82-летнюю свекровь Тамары Панченко он с группой молочиков просто выставил на улицу. Адвокат признается, это не единственный эпизод в его карьере. Месяц назад мы делали материал о том, как адвокат вместе с теми же крепкими парнями выгоняет из дома должницу с 7-летним ребенком. Более того, он сам выкладывает подобные видео в интернете. Берите, дайте мне врачи. Продав 4-комнатную квартиру Елена Валентиновна купила поменьше. В том самом доме Полазарева. Продавцы и нотариус, оформлявшие сделку, уверяли, недвижимость не проблемная. Женщина заплатила 31 тысячи долларов. А вот вступить в права собственности не смогла. Квартира оказалась под арестом. Квартиру нам показывал Гартингер Сергей. Сначала он сказал, что это его квартира, потом они сказали, что квартира все же не его, что квартира вот Небот Натальи Валерьевны, которая находится за границей. Со стороны продавца приехал, как они утверждали родственник Натальи Небот, Борис Щербатюк. Борис Щербатюк оказался бизнес-партнером Гартингера. А сама хозяйка – помощница одного из местных адвокатов. Сам Гартингер по телефону ситуацию нам объяснил так. Вот только ни денег, ни квартиры мать с дочкой до сих пор не увидели. Активист Александр Галкин отслеживает все, что связано с адвокатом Сергеем Гартингером. Он уверен, без помощи госструктур ему бы не удалось проворачивать подобные схемы. Люди лишились квартиры, люди лишились квартиры лишь только из-за того, что в исполнительной службе был нарушен закон. В Черкасской исполнительной службе уже отстранены от должности несколько сотрудников за превышение служебных полномочий. В полиции говорят, это связано с деятельностью Гартингера. Как минимум по трём фактам выселения людей в полиции уже открыли уголовное производство. Станислав Кухачук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы.